Перед нами очень старинный храм, введение во храм Пресвятой Богородицы. Точной даты постройки в исторических документах не найдено, однако есть упоминания в Елецкой явочной книге, датируемая 1615 годом. В тех годах церковь имела вид деревянного строения. Ее небольшие размеры описаны как 8 сажен длины и 3 ширины. Это приблизительно длиной 16,5 и шириной 6 метров. Веденский храм построен по-древнерусскому образцу восьмерек на четверике. Так строили в глубокой древности деревянные шатровые церкви и башни крепостей, укладывая сруб 4 стены и сруб 8 стен. Храм располагался на склоне ниже крепости и при нем находилось кладбище. Он считался приходским для Александровской казачьей слободы. В середине 18 века здание заметно обветшало, а в 1761 году при царствовании Елизаветы Петровны был построен и освящен новый каменный храм в стиле барокко. После реконструкции в 1902 году облик храма был изменен. После революции храм стал рассматриваться местными властями как памятник и хранилище культурных ценностей. Согласно документам 1962 года, в Веденский храм использовался как складское помещение, а в алтарной части находилась керосиновая лавка. В 1992 году храм передан Русской Православной Церкви, а в 1998 состоялась первая служба. На сегодняшний день, к сожалению, службы в храме ведутся не всегда. Однако расписание богослужений очень мило оформлено и заботливо размещено для прихожан. Вот так оно выглядит.